я приветствую вас друзья это канал веселый инженер меня зовут андрей и тема нашего очередного видео урока будет называться как выбрать сверло по металлу мы сегодня рассмотрим какие параметры есть у сверл по которым вы можете выбирать сверло для обработки или получения ваших отверстий думаю будет много полезной информации итак первая классификация по которой вы выбираете сверло это тип сверла конечно классика самая популярная это спиральные или винтовые сверла это самые популярные сверла позволяют получать отверстие диаметром от 0 1 до 80 миллиметров и длиной рабочей части до 275 миллиметров конечно бывает немножко длиннее сверла но это оптимальная длина и больше делать уже технологически просто неоправданно будет ломаться будет сверла плохо а плохо производится сверление стружкоотвод и так далее также существует второй тип сверла это ступенчатое сверло имеет форму конуса по всей поверхности которого есть ступени каждая ступень предназначена для выполнения отверстия одного размера или искать определенного размера видите здесь есть 30 28 26 это диаметры отверстия но здесь есть большой недостаток нельзя сверлить на большую глубину то есть вот это вот высота ступени больше толщина металла быть не должна если листовой металл сверлить и оптимально можете просверлить 14 диаметр отверстия потом допустим на следующем отверстие просверлить на 22 то есть просто углубившись дальше по ступеньям будет увеличиваться отверстие для листовых металлов отличный вариант для глубокого сверления к сожалению не подходит итак следующий вид это корпусные сверла это сверла с применением твердосплавных неперетачиваемых пластин предпочтительно применяются на станках щипову как увидите здесь есть периферийная пластинка и пластинка которая установлена в центре каждая пластина начинает равномерно снимать свой так сказать участок металла и в итоге получается отверстие определенного диаметра большой плюс что такие корпусные сверла служат достаточно долго потому что здесь меняются только вот эти пластинки конечно большой геморроид с этими болтиками их тоже надо покупать но такое сверло экономически очень выгодно но плохо что его не поставишь на обычный вертикально сверлильный станок да и она будет плохо наверно работать и так следующее комбинированные сверла такие сверла позволяют уменьшать время сверления за счет последовательного сверления и раз сверливания то есть как увидите сначала делается отверстие малого диаметра потом рассверливается больше конечно не намного но все-таки по времени обработки вы выиграете потому что чем больше диаметр отверстия тем по режиму врезания вы будете на сверлиться медленнее а здесь выселится сначала тонкое отверстие тонким сверлом отверстия малого диаметра потом большего и все это за одну установку детали и достаточно все и происходит быстро поэтому по типу мы рассмотрели по форме хвостовика есть конический хвостовик имеет форму усеченного конуса обычно используется в сверлильных станках подбирается в держатель по диаметру длине и особенностям строения для наилучшего удержания шпинделя у таких сверла на хвостовике может иметься резьба или лапки резьба будет вот здесь такая резьба нарезана данного ворачивается сверло либо вот эта лапка фиксирует сверло от нежелательного негативного проворота сверла в момент сверления второй тип это цилиндрический наиболее распространенный тип хвостовика сверло используется основу патрона с ключевым креплением не обладает хорошей передачей ключащего момента так как может проскальзывать патроне зато меньше подвержены заклиниванию то есть видеть она может если заклинило она проворачивается потому что его здесь принципе ничего кроме кулачков патрона не держит третий тип шестигранный фиксируется в трехкулачковом патроне либо посадочном отверстие на 1 4 дюйма за счет жесткого позиционирования всех грани хвостовика в пазах обеспечивается уверенное удержание и исключается прокручивание сверла при вращении естественно прокручивали никакого нет потому что здесь гранями все четко держится но это может быть как и негативно то есть где-то подклинило сразу сверло ломается моментально даже не успеете заметить но с другой стороны никакого проворота здесь и быть не может в принципе выбирать все-таки вам по материалу режущей части режущая часть конечно это у нас только часть сверла то есть это не все сверло на них никогда не изготавливается все из какого-то материала режущей части потому что это очень дорого какие-то инструментальные стали используются да а здесь используются уже совсем другие быстрая режущая сталь r6 m5 это классика до 2 там добавляют еще какие-то присадки туда там до кобальт добавляют чтобы усилить так сказать связку этого сверла и но больше но более долго служит до бывает твердый сплав то есть это все изготовлено из твердого сплава такие сверла не намного дороже чем примеру с быстро режущей стали есть напаянная пластина то здесь используется напаянная пластины из твердого сплава то есть по факту это в принципе как идет сверло как твердосплавное но имеет такие же характеристики резания но она стоит намного дешевле с напаянными пластинами но технологии это старая и плюс как бы если у вас производство где сможете вы потом напаивать пластины когда они у вас износятся и переточек их просто уже твердого сплава не останется то смысл такой инструмента теряется твердый сплав он хоть и дороже но он имеет намного больше стойкость и если вас волнует производительность производительность также сама имеется большая сменные многогранные пластины это мы рассматривали с вами ранее на корпусном сверле имеются сменные многогранные пластины то есть выбирать вам если у вас производство штучная то конечно быстро режущая стали вам в помощь есть у вас более серийное производство можно использовать либо твердый сплав либо напаянные пластины либо сменные многогранные пластины если у вас станки щиповую там используются корпусные сверла опять же все зависит от вашей конкретной ситуации по направлению реза сверла вы надо знать что такое рез сверла то есть это направление в котором сверло совершает непосредственно резание в основном используется сверла с правым резом то есть сверло вращается по часовой стрелке во время сверления естественно вращается по часовой стрелке и режущие кромки также сама направлены в этом направлении и они срезают металл по часовой стрелке все в принципе просто сверла с левым резом используют редко в основном для высверливания заклинивших крепежей болтов то есть тут все наоборот вращается против часовой стрелки и также в этом же направлении совершается резание режущими кромками зависимости от варианта что вам необходимо какую задачу выполнять вы тоже так же самое должны использовать эту классификацию давайте по углу заточки рассмотрим вот такой есть угол заточки у нас да он 2 фи этот угол называется угол заточки сверла зависимости от обрабатываем материала угол при вершине да вот этот вот угол он может быть 116 118 но в основном как бы кто делает на глаз они делают в районе 118 120 до 115 120 то есть и она прекрасно обрабатывает практически все материалы потому что смотрите сидел и 120 это принципе и мете латунь примерно в этом же диапазоне сталь чугун твердая бронза но алюминий 140 конечно не говорит о том что и сделав 120 градусов у вас не будет сверлить алюминий будет но он оптимально будет сверлить когда будет 140 так же самое как магниевые сплавы 90 поэтому делайте углы заточки правильно этом все друзья делитесь видео со своими знакомыми в социальных сетях ставьте лайки подписывайтесь на канал а я с вами прощаюсь смотрите новое видео всем добра пока пока